Я с облсоветом вообще общаюсь сейчас мало. Я познакомился с представителем облсовета вчера. Он был в отъезде и только вчера вернулся, и я вчера с ним познакомился. Поэтому никаких консультаций по этому поводу я пока не проводил. А что вы имеете в виду по поводу элит, я хочу понять конкретно, кого вы имеете в виду, я вам скажу, с кем я... Я многих знаю по предыдущей работе, я многих знаю по работе здесь, когда я работал в Днепропетровске много лет. Поэтому кого вы имеете в виду, элиты, я со всеми общаюсь. Но давайте конкретизируем вопрос для того, чтобы... В Днепропетровской области все со всеми общаются. Ну и я со всеми общаюсь. Это уже традиция. Скажите, пожалуйста, в таком случае, как вы оцениваете то, что вы... Являетесь членом попечительского совета нашей общины. Скажите, это поможет снизить нарастающий антагонизм предвыборный, который, в принципе, наверное, будет по... Какое отношение имеет к выборам то, что я член попечительского совета Днепропетровской еврейской общины? Я беспартийный человек, я не состою ни в одной партии. Я назначен президентом руководить областной государственной администрацией. Но я назначен не по партийной принадлежности. И какое отношение моя личная жизнь, там, частная жизнь в виде члена попечительского совета Днепропетровской общины имеет к моей должности, я не понимаю. Но думаю, что это точно не помешает. Как минимум, очень сильная Днепропетровская еврейская община и то, что я являюсь членом попечительского совета, туда входят многие элиты областной... ...это этой области, поэтому я могу разговаривать с ними. Я с ними разговаривал раньше. Да, понятно. Спасибо за ответы. У меня тогда еще под вопрос. Давайте мы зараз закинчиваем. Есть под вопрос. Скажите, вы сказали, что вы беспартийный. Значит ли это, что при ваших кадровых назначениях никаких преференций представителям местной организации блока Порошенко не будет предоставлено? Это значит, что я буду оценивать людей по их профессиональным качествам, а не по их партийной принадлежности. И я вообще партийную принадлежность смотрю, наверное, в последнюю очередь. Если человек профессионален, то для меня это первый приоритет. И давайте не будем раскалывать это общество. Мы все время сейчас будем красить всех в один цвет и в другой. Смотрите, люди могут быть и беспартийные. Люди могут быть и разных вероисповеданий, конфессий и атеисты. Но давайте не делить людей на членов секта по вероисповеданию, по партийной принадлежности. Я смотрю на профессиональные навыки.